Приветствую вас, Елена, и, к сожалению, никак, потому что двоих людей любить нельзя, ваш муж либо плохо разбирается в своих чувствах, либо манипулирует вами, либо пытается набить себе цену таким способом, но совершенно определенно, совершенно однозначно могу сказать, что любить двоих людей нельзя, двух, например, женщин, двух мужчин нельзя любить, любить тогда кого-то одного. Ага, любить тогда кого-то одного, либо не любить, знаете, вообще никого, да, то есть, ну, то есть, вот прям вообще никого не любить, такая история может быть тоже, вот, и всех просто используют, вот, но ещё раз, да, любить двоих людей нельзя, это невозможно. Поэтому ваши опасения, если вы говорите про опасения именно, они вполне себе оправданы, ваши опасения вполне себе целесообразны, вот. Вот, и, я, я считаю, я считаю, я думаю, что очень здорово и классно, что вы решили задать этот вопрос, потому что всё-таки проблемы существуют, вот, очевидно, и вам нужно с этой проблемой что-то делать. Вот, мужчина вам говорит о том, что он вас выбрал, но, на самом деле, выбирать не мужчина, а женщина, это ещё один момент, который я рекомендую вам, как-то вот, ну, как-то вот для себя, да, понять, определиться с этим моментом. Потому что, если вы будете считать, что мужчина вас выбрал, то я боюсь, что он будет потом вас, просто-напросто, ну, манипулировать он будет вами, в общем, грубо говоря. Вот, и ничего, ничего хорошего из этого не будет, ничего хорошего из этого не получится, вот, для вас в том числе, вот, поэтому, вот, с этой стороны история такая, с этой точки зрения история такая. Дальше, 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 что ещё хочется сказать, да, значит, вот вы видите, как начать верить своему, ну, как начать верить своему мужчине, да, так вот, тут тонкость в том, что верить то есть мужчине, а, к своему вы, а, не начнёте до тех пор, пока, э, не начнёте верить себе самой. То есть, что это означает, да, что это означает верить себе самой? Это означает, что, что вам нужно опираться, вам нужно опираться на себя. То есть, мужчина вас выбрал, да, но, если никогда это собрали, ваша ценность от этого меньше или больше не осталась. Вот это тот ключевой аспект, который вам нужно для себя понять. И это, собственно, вот, ну, это, собственно, то, что люди, как правило, игнорируют. То есть, они считают, например, что, если человек кого-то выбрал, да, то он, что он тот, кого, кого выбрали. Вот, он такой более ценный, он такой более важный, сразу становится и так далее. Особенный. Вот. Может быть, это и так, для того, кто вас выбрал, может быть, вы особенный, но, если вы, например, не уверены в себе, да, если вы, ну, сомневаетесь в себе, то что вы не можете начать верить в мужчине, это показатель, как бы, вот. Вот. Если вы понимаете в себе, то тут вот история-то, она как раз такая, да, что, получается, вы себе не доверяете. Вот. Получается, что вы себя до конца, вот, такой, какая вы есть, да, вы, возможно, не принимаете. И выбор человека, вот, каким бы ни был выбор человека, он на вас влияет. Ну, а быть так, не должен, то есть, не должен влиять выбор, а, не должен влиять выбор, а, например, мужчины, да, на вас, вот, никак не должен влиять выбор. То есть, тут вот, тут вот, то есть, ситуация, да, именно такая, вот, именно такая ситуация, именно так она выглядит, именно так она работает, эта ситуация. Вот. И по-другому тут, к сожалению, никак. Вот. Поэтому я очень, очень рекомендую вам посмотреть на то, что лично для вас значит его выбор. И что лично для вас будет значить, если, например, он сделал свой выбор, а, ну, скажем, не совсем честно. Или, если он сделал свой выбор, а, например, исходя из своих каких-то эгоистичных, а, целей, и так далее. Вот. Предлагаю посмотреть вам в том числе еще и на то, насколько вы в себе, может быть, сомневаетесь, сомневаетесь ли вы в себе, ну, вот, ну, и так далее. То есть, это все, тоже достаточно важный момент, если вы хотите с этим всем разобраться. Вот. И только, только когда ваши представления, собственные, ваши собственные представления о себе не будут, как, ну, зависеть от, того, что делает другой человек, да? Вот. Вот только тогда и только после этого вы можете начать ему верить, потому что вам будет, в общем-то, это не так уж и важно. Знаете, сильная вера предполагает растворение, предполагает фанатизм, предполагает стирание личных границ, личных границ. Вот. То есть, вера, да, вот, ну, как таковая, да, может быть, как таковая вера. Вам не нужна в мужчину или в мужчине, вот. Вам нужна больше вера в себя и уверенность больше в себе, потому что, ну, например, да, человек вас выбрал. Ну, он нам об этом говорит, что, тогда, да, вот, я тебя выбрал, например. Вот. И получается, 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 получается так, что вы сомневаетесь, понимаете, какая история. Получается, что вы сомневаетесь с его выбором, ну, вот. А значит, вы сомневаетесь в себе. У вас бы не было таких проблем, да, если бы вы, вот, в себе бы не сомневались. Поэтому, вот, вам нужно ответить на вопрос, да, сомневаетесь ли вы в себе, если да, то в чём именно, в чём вы не уверены. И в чём заключается, грубо говоря, ваша сверхмотивация, допустим, да, сверхмотивация быть с этим человеком. Ну, опять же, опять же, грубо, ну, грубо говоря. Вот. Понимаете? И только после ответов на эти вопросы, только после ответов на эти вопросы, я полагаю, что вы сможете увидеть себя под другим углом и своего мужчину тоже под другим углом. Вообще, конечно, надо сказать, что я хорошо понимаю вас, да, хорошо понимаю вас. В том смысле, что когда человек выбирает, и ты, как бы, стоишь в позиции, вот, того, кого выбирают, то победа достаточно сложная. То есть есть воля-неволе и сомнения в себе, да, вот, потому что человек выбирает, а ты, как бы, ну, в подвешенном состоянии находишься. Но я рекомендую вам, скажем так, все-таки, данный аспект, скажем так, ну, проработать. Вот. То есть я рекомендую вам данный аспект проработать. В каком смысле слово проработать? Что значит проработать? Данный аспект. Данный аспект, говоря, проработать данный аспект, я имею в виду, что вы, получается, изначально себя, ну, поместили в не совсем, ну, не совсем выгодные, скажем так, условия. Условия. Не совсем выгодные, скажем так, обстоятельства. Понимаете? И мне кажется, мне кажется, мне кажется, что были причины, по которым вы, пусть и ненадолго, но стали участником такого вот любовного треугольника, скажем так. Вот. И если, если это действительно так, то с этим нужно разбираться. Почему вы стали участником любовного треугольника? Что привело вас туда? И так далее. Потому что люди не могут быть объектом выбора. А мужчина, например, если он сомневается в том, ну, сомневается, допустим, в своем выборе. Вот. Мужчина, если он сомневается в своем выборе, то он руководствуется не желанием быть человеком, да? Ставая непотребностью сделать его счастливым. Человек. Человек. Вот. А вероятно, чем-то другим. Так что ваши подозрения здесь, именно, 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 вот с точки зрения, ну, психологии. Ваши подозрения, они достаточно оправданы. Вот. Может, конечно, помочь откровенный разговор с человеком. Вот. Но, поскольку источник и причина, по которым вы оказались в этой ситуации, связано с вами, непосредственно с вами, то и работать с этим нужно вам, а не мужчина. То есть мужчина, он, может быть, поступает, исходя из своих каких-то соображений, да? И они, эти соображения для него могут быть вполне себе адекватными. Вот. То есть это, для него это может быть нормально. Для него. Вот. Ну, естественно, не для вас, да? Если мы говорим о том, что вы ему сейчас доверять не можете. Вот. То есть не видится история такая, чтобы он с вами поговорил, чтобы вы с ним поговорили, чтобы вы высказали, ну, чтобы вы высказали ему какие-то свои, может быть, сомнения, страхи и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но по опыту я могу сказать, что ни к чему это не приведёт. Вот. А кроме как повысить уверенность в себе, да? Больше способов поверить, например, человеку тому же. Просто-напросто-напросто нет. Вот. Как бы это было для вас неприятно. Вот. Ну, тут надо сказать, что сами отношения выступили такие под, ну, под вопросом. Это отношения, в которых искренность, да, в которых искренность, и чувственность, и любовь, на мой взгляд, под сомнением. Вот. Так что, если вы измените отношения к себе, и, ну, если вы, возможно, будете относиться к себе иначе, поднимите смартинку, уверенность в себе, вот, то и отношения с вашим, вот, мужчины, да, будут складываться, ну, скажем так, лучше, лучше, чем сейчас. Вот. Это очевидно. Ну, только известно, что для этого, для этого потребуется усилие, да, для этого потребуется работа. Вот так примерно можно ответить вам на ваш вопрос, исходя из того, что вы написали, исходя из того небольшого количества информации, которые вы, которые вы, которые вы подоставили, вот, и отдаюсь тебе отсчет в том, что этого может быть мало, но, но, к сожалению, большего вы не написали, большего вы не доставили, а гадать, гадать мне бы, мне бы не хотелось. Вот. Вот, значит, значит, так, я думаю, вам можно ответить. Ага, на этом все. Значит, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь, я буду рад вам ответить на ваши вопросы, если они будут, вот. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.